Кто такие Anesthesiology Assistants? В чем заключается их работа? Кто может стать этими специалистами? Сколько времени занимает учеба и сколько они зарабатывают? Если вам интересны все эти вопросы, оставайтесь. В этом видео мы сегодня обсудим все эти вопросы. Всем привет! Меня зовут Шана, и обычно на своем канале я рассказываю про различные специализации и профессии в сфере здравоохранения США. Сегодня мы, как я уже сказала, поговорим о такой профессии, как Anesthesiologist Assistant, или в переводе на русский язык, это ассистент-анестезиолога. И чтобы постоянно не повторять Anesthesiologist Assistant, я буду просто сокращенно говорить EA. Самое первое и самое главное, чем же занимаются эти специалисты? Самая главная задача EA – это анестезия. То есть, если пациенту предстоит операция, то до операции они должны знать все нужные данные об этом пациенте, включая историю болезни, какие хронические заболевания есть у этого пациента, также все лабораторные данные и анализы, анализ крови и все, что нужно. Также до операции они должны приготовить свой уголок там, где они именно в течение операции находятся со своим оборудованием. Они готовят все медикаменты, и вот это оборудование именно, чтобы у пациента была безопасная интубация, и в течение операции они могли спокойно спать, пока хирурги оперируют пациента. В то время вот эти вот специалисты EA, они полностью мониторят и следят за всеми жизненно важными показателями пациента, включая давление, оксигенацию крови, частоту сердцебиения и температуру. И также самое главное, они интубируют пациентов. Но все это происходит под руководством или то, что здесь называется Under Anesthesiologist Supervision, то есть они должны работать вместе с анестезиологом. Без анестезиолога они предоставлять анестезию пациенту не имеют права. Также, помимо, как я уже говорила, общей анестезии при помощи интубации, они также могут делать различные блоки. Это то, что называется региональная анестезия. То есть, если у пациента какая-нибудь небольшая ортопедическая операция на руке, то необязательно этого пациента интубировать. И просто делается блок различными анестетиками. И этим занимается EA. Также в течение операции, если пациенту требуется проверять постоянно состав крови, то, что здесь на английском называется EBG, или та кровь, которая берется из артерии или из вены, всем этим также занимается EA. В общем, они полностью отвечают за состояние пациента, пока он находится под анестезией. И после анестезии, после экстубации, они транспортируют пациента в отделение поста анестезии и сдают полностью пациента с руки на руки с подробным отчетом, что было во время операции, какие лекарства были использованы, какие медикаменты введены внутривенно. И когда они убеждаются, что пациент уже более стабильный после анестезии, они заканчивают свою работу с этим пациентом. Но также они могут принимать пациентов до операции, осматривать их. Например, если кому-то назначена операция, обычно в клинике анестезии есть определенные дни, когда приходят пациенты, и EA могут осматривать этих пациентов, чтобы подготовить их к будущей операции. Помимо анестезии, эти специалисты также занимаются введением то, что здесь на английском мы называем специальные катетеры peak line или central line. Это довольно инвазивные процедуры, и для этого нужны специальные знания, которым они обучаются во время своего обучения в колледже. Также EA владеют необходимыми знаниями, чтобы оказывать медицинскую помощь во время критических ситуаций, когда, не дай бог, если у пациента останавливается сердце, и то, что здесь называется «нужно делать CPR» или в переводе «сердечно-легачная реанимация», они это делают не только для взрослых, но и для пациентов педиатрического возраста, для детишек, что намного сложнее, чем для взрослых. И они умеют пользоваться всем необходимым оборудованием и медикаментами в такие критические моменты. И пока я рассказываю о работе EA, я хочу провести параллель, вернее, сравнение между их работой и CRNA, или Certified Registered Nurse Anesthetist, или по нашему медсестра или медбрат-анестезисты. В чем же заключается разница между ними? Во-первых, это образование. Для CRNA в данное время требуется иметь уровень докторантуры, а для Anesthesiologist Assistant достаточно иметь уровень магистратуры. Второе, это то, что CRNA в некоторых штатах могут работать независимо от врачей-анестезиологов, в то время как ассистенты-анестезиологи этого делать не могут. Они всегда должны работать под началом врача. В чем-то это схоже на другую профессию, которая здесь называется Physician Assistant. Physician Assistants тоже работают под началом врача. Как я уже сказала, уровень образования между Physician Assistant и EA одинаково, магистратура, но самое главное различие в том, что Physician Assistant учится в более общем направлении, то есть они изучают все, и педиатрию, и геронтологию, и могут в дальнейшем менять свою специализацию, пока они работают. Например, сегодня они могут работать в кардиологии, завтра они могут пойти работать в педиатрию, или ассистировать хирургам во время операции в хирургии, или также другие специализации, как гинекология, урология. И в общем они могут специализироваться там, где они хотят. В то время как EA они специализируются только на анестезиологии. То есть если в дальнейшем они хотят специализироваться в чем-то, это все равно будет анестезиология, но они могут специализироваться или в педиатрии, в кардиологии, или в общей анестезиологии. Для кого же больше всего подходит эта профессия? Я бы сказала всем, кто заинтересован в анестезиологии. Например, некоторые люди хотят работать в анестезиологии, но они не хотят учиться на врача, потому что это долго и очень дорого. Второй вариант – это те люди, которые не хотят учиться на медсестру, потом работать в реанимации несколько лет и только после этого поступать на программу CRNA, что также весьма затратно. К тому же у них сейчас требования к образованию возросли. Раньше многие программы были на уровне магистратуры, теперь многие программы перешли на докторантуру, что добавляет дополнительно 2 года. То есть, если на магистратуру примерно уходит 6-7 лет, то, чтобы получить CRNA, уходят от 8 до 9 лет. И поэтому те люди, которые не хотят именно проходить весь этот долгий путь, то они могут выбирать профессию ИИ. Но еще раз напомню, если вы хотите работать в тех штатах, где CRNA могут работать автономно, то вам нужно выбирать CRNA, но не ИИ. Кто еще подходит? Те врачи и медсестры, которые получили свое образование за пределами США и не хотят в случае врачей проходить все эти степы ЮСУМАЛАИ, или медсестры и медики, или те люди, которые получили у себя на родине бакалавриат и хотят себя попробовать в этой сфере. Но сразу хочу вас предупредить, учеба на этой программе сложная, и попасть на нее не очень-то легко. И так как у нас разговор зашел об учебе, то следующая тема у нас будет образование и обучение на АА. Чтобы поступить на программу АА, нужно иметь уровень бакалавра. И желательно, чтобы ваше образование бакалавра было связано с различными науками. И вообще все предметы связаны с биологией. Также те, кто имеет бакалавриат в химии, физике, высшей математике, они тоже подходят для этой программы. Чтобы легче всего найти программу бакалавриата для программы АА, вы можете напечатать в поисковике Google на английском языке Pre-Met Programs или Pre-PA Programs. Pre-PA — это те программы, которые я уже говорила про Physician Assistant, а Pre-Met — это те программы, которые заканчивают студенты, желающие в дальнейшем стать врачами. После получения своего диплома бакалавра студенты должны сдавать один из двух экзаменов или тестов, которые называются или MCAT или GRE. Еще хочу заметить, так как конкурс для попадания в программу АА очень высокий, студентам необходимо получать хорошие баллы во время учебы на бакалавра. У многих программ обычно свои требования, и когда вы смотрите каждую определенную программу, они сразу там указывают, какие баллы кандидаты для образования в их программе должны иметь. Здесь это называется GPA, то есть кумулятивные все эти баллы, которые они получили во время образования на бакалавра. И в некоторых программах требуется не ниже 3,0, а в некоторых программах даже требуется GPA 3,5 и выше. Поэтому имейте в виду, пока вы учитесь на бакалавра, получаются только пятерки и четверки. Пока я готовилась к этому видео, я искала, где какие существуют программы, чтобы стать EA, и оказалось их в данное время в США 12, и расположены они в девяти штатах. И я хочу зачитать название этих штатов, чтобы вы примерно знали, где эти программы располагаются. Первое у нас идет штат Колорадо, там есть одна программа в университете Колорадо в Денвере. Следующий у нас идет Флорида, во Флориде у нас аж три программы. Следующим у нас идет штат Джорджи, там две программы. Следующий штат Канзас, там одна всего лишь программа. Следующий штат это Тексас или Техас по-нашему, там всего лишь одна программа. Также такая программа существует в Вашингтоне, Диси. И самый последний штат это штат Висконсин, и программа называется Medical College of Wisconsin, расположенная в Милуоке. Сейчас на данный момент может открылись еще какие-то новые программы, но помимо вот всех упомянутых мной программ, я больше в других штатах других программ не нашла. Длительность образования на EA у всех бывает различная, индивидуальная. Например, у людей с нулевым английским, чтобы получить бакалавра в США, наверное, уйдет от 5 до 6 лет. И в то же время бывают такие случаи, когда люди приезжают уже с своим дипломом и обращаются в университет или колледж, который их интересует. Это учебное заведение может, я не говорю, что это точно случится, но они могут эвалиюировать Ваш диплом и принять какие-то классы, то есть это сократит Вам время и, естественно, деньги, и Вы быстрее можете получить своего бакалавра. Также люди с хорошим английским могут закончить бакалавриат за 3,5 или 4 года. Теперь насчет самой программы EA. Как я уже упомянула, вот эти вот 12 программ, у каждой программы свои требования. И сроки обучения. И чтобы получить аккуратную информацию, Вам нужно заходить на веб-сайте этих программ, но в среднем эти программы занимают от 20 до 28 месяцев обучения. И раз уж наш разговор зашел о требованиях, естественно, как я уже сказала, у каждой программы свои требования, но многие из них требуют, чтобы у кандидатов был опыт работы в сфере, связанной с медициной. Например, Вы можете работать в госпитале или в качестве анестезиологи технишн. Это те люди, которые после операции убирают уголок анестезиолога и готовят к следующей операции. Также во время операции, если анестезиологу или AA, или CRNA нужно что-то принести, они вызывают анестезиологи технишн или тэков сокращенно, и тэки приносят то, что им нужно. А некоторые программы также засчитывают опыт работы в качестве медикал ассистент. Медикал ассистент – это те люди, которые работают в офисах врачей. А некоторые программы даже принимают job shadowing, то, что дословно переводится, как «являться чьей-то тенью». То есть эти кандидаты через свои связи каким-то образом находят анестезиологов или AA, или CRNA, и просят, чтобы в течение нескольких дней, я не знаю, сколько там часов им нужно, во время вот этих вот часов они просто приходят и наблюдают за работой этих специалистов, просто как хвостики буквально следуют за ними, смотрят, как те интубируют, вводят нужные медикаменты, следят за общим состоянием пациента во время операции, сдают с рук на руки в постанстезии. В общем, они просто являются наблюдателями всего этого процесса. И, естественно, для этого нужно какое-то количество часов определенной той или иной программы. Поэтому, чтобы получить аккуратнейшую информацию, как я уже вам сказала, вам нужно связываться именно с этой самой программой. Также я хочу затронуть негативные стороны, или я бы сказала минусы этой профессии. Это даже не минусы, но просто вы должны знать об этом. Так вот, самое первое – это цена за образование. Образование в Америке, как вы, наверное, все знаете, очень дорогое, не только на эту профессию, но и на другие, особенно если связано с медициной. И я не могу вам точно сказать, сколько у вас уйдет денег на бакалавриат, потому что у каждой программы свои цены. К тому же некоторые люди умудряются получить какие-то гранты, или то, что здесь называется scholarships. Но я посмотрела цену на образование в одном из колледжей в Америке, именно на программу AA, или то, что здесь официально называется Master of Science Degree in Anesthesia. И программа, про которую я говорю, находится в Indiana University School of Medicine. Оплата для студентов, которая здесь называется In-State, то есть эти студенты живут в штате Индиана и учатся в этом университете. За один семестр магистратуры в этой программе они должны заплатить 13 252 доллара. А студенты, которые здесь называются Non-Resident Student, или те, которые, например, живут в Нью-Йорке, но учатся в этом университете, они за один семестр должны заплатить 16 666 долларов. Но, как я уже повторила, это только одна программа, таких программ 12, у каждой программы своя цена. И я вам привела эту программу в пример. И теперь поговорим о втором минусе. Это то, что эти специалисты могут работать только в 18 штатах из 50 в США. Сейчас я вам зачитаю список, в каких штатах они могут работать. Это Алабама, Колорадо, Дистриктов Колумбия, Флорида, Джорджия, Гуам, Кентакки, Индиана, Мичиган, Мизури, Нью-Мексико, Северная Каролина, Огайо, Оклахома, Южная Каролина, Техас, Вермант и Вискансин. Идут разговоры, что количество штатов, в которых они могут работать, будет постепенно увеличиваться. Но пока на данный момент, если вы собираетесь учиться на эту профессию, учитывайте, что вы можете жить и работать именно вот в этих штатах. И самое главное, самое интересное, естественно, зарплата. Сколько же люди получают за все эти мучения? В 2018 году самая начальная позиция только что окончившего учебное заведение специалиста EA, зарплата в Вискансине составляла 180 тысяч долларов в год. Естественно, зарплата также определяется локацией, где живут эти специалисты, уровнем образования и годами опыта. Чем дольше работаешь, естественно, тем больше получаешь. Но средняя зарплата этих специалистов в различных источниках, которые я смотрела, различается. Поэтому, если вы хотите найти более аккуратную информацию о зарплате, вам нужно посмотреть именно интересующий ваш штат. Но, в общем, по Америке, как я посмотрела, самая минимальная зарплата этих специалистов 100 тысяч в год. Но это наверняка в тех штатах, в которых уровень жизни не такой дорогой, как в других. И самая максимальная зарплата это 471 тысяча долларов в год. И самая средняя зарплата, на которую многие могут рассчитывать на 2023 год, это 218 тысяч долларов в год. Также, если эти специалисты работают в выходные, в ночную смену или на праздники, у них бывают различные доплаты. А если они работают овертайм или сверхурочную в переводе, их часовая зарплата будет увеличиваться на полтора-два раза. Опять же, в зависимости, где они работают. И еще касательно зарплаты и CRNA, я хотела упомянуть разницу. У CRNA есть такое понятие, как локум. То есть, они могут работать, как автономные контрактники, в любом хирургическом центре, в госпитале или в стоматологических клиниках, там, где требуется небольшая седация во время каких-то стоматологических процедур. Это оплачивается довольно неплохо. Но, к сожалению, AA, в отличие от CRNA, не имеют такой возможности. Почему? Потому что, как я уже упоминала, они должны работать под началом анестезиолога, а CRNA имеют право это делать. Надеюсь, это видео вам было полезным. Если у вас есть еще какие-то вопросы, пишите. Если видео вам понравилось, ставьте лайки и не забывайте подписываться на мой канал. Всем удачи и до свидания!